МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, экстренные меры сейчас предпринимаются для спасения краевого хоккея. В качестве домашней площадки хоккейного Алтая, скорее всего, будет заявлена современная Карандин-Аримена. Именно туда, после закрытия Дворца зрелищ и спорта, была вынуждена переехать главная команда края. Ну а вместе с ней сразу две школы спортивных по хоккею и фигурному катанию. Правда, для всех там элементарно может не хватить времени на льду. Да и чиновники в Москве могут все-таки не допустить арену до игр первенства в ИХЛ. Кирилл Политов рассмотрел варианты развития ситуации. Тут вратари переодеваются. Вот здесь ребята находятся. Баулы как бы. Вот наше новое. Дом. В раздевалке словно гробовая тишина. В такой ситуации вряд ли может быть до шуток. Буквально в одночасье хоккеист-алтая оказались бездомными. Переехали вот сюда, в Карандин-Арену. Впрочем, вариантов особо и не было. Ледовый дворец на Жасминной-3 остался единственным в крае с круглогодичным льдом. Плюс Дворца Старого, Дворца Старого, в центре города находился 100 метров в Красноармейске, грубо говоря, 200 метров в Ленина. То есть учесть, что игры в 7 часов вечера, ну как бы, коммуникабельнее будет. А так, а ворот. Вот три раза с каждой стороны сделали. И потом опять. Ну мы же не забыли, что вчера делали. Едва успели распаковать чемоданы, как тут же добро пожаловать на лед. В тренировке, несмотря на всю сложность ситуации, никто не отменял. До старта чемпионата остается чуть больше месяца. А что накипело, это я должен был ожидать. Все об этом знали давно. Что рано или поздно это случится. Вот и все, все, все кипеть. Нам деваться некуда. Будем здесь кататься, тренироваться. Тренироваться можно, а вот играть здесь в матче первенства ВХЛ пока нельзя. Руководители Алтая уже созвонились с представителем Федерации хоккея страны. Договорились, что приедет инспектор из Москвы, который должен будет вынести вердикт, допускать или нет, Карандин арену до игр чемпионата. В случае отрицательного ответа вновь возможен переезд. Вот только на этот раз уже в другой регион. В любом случае, главное сейчас, говорит директор клуба, сохранить команду. Если откроют дворец спорта, будем уже рассматривать их, как говорится. Все будет зависеть от того, какое решение здесь. Но пока мы на Карандин арену. В самом дворце экстренно готовятся к новоселью. Так планируют расширить одну из трибун и построить еще две. Правда, это будет максимум полторы тысячи сидений. При средней посещаемости в две с половиной тысячи места всем здесь явно не хватит. Возможно, для болельщиков сделают вход бесплатным. Этот вопрос сейчас решается. Ну, все не влезают. Вот пока вот частично здесь переодеваются ребята. Вот сколько тут Кирилл, еще кто залез. Другое дело детские секции. Своя школа Динамо плюс Алтай, да еще и фигуристы. Такого количества желающих Карандин арена может просто не вместить. Сейчас в спешном порядке составляется расписание. Распределяются раздевалки. Возможно, для детей откроют отдельный бесплатный маршрут, чтобы было проще доехать до отдаленного района города. По-прежнему под вопросом проведения двух крупных концертов в сейчас закрытом дворце зрелища спорта. Впервые там должна была выступить Аня Лорак и не впервые Сергей Лазарев. Впрочем, другой их коллега уже знает, каково это выступать в теперь уже пожароопасном здании. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Продолжаем выпуск. Заринских подростков, обвиняемых в изнасиловании 10-летнего мальчика, суд признал виновными. Напомним, страшная история произошла в конце июня. По словам матери пострадавшего, двое старших друзей напоили ее сына и надругались. В полицейском участке подростки признались в содеянном. После этого, как сообщила женщина, родители и парни пытались подкупить ее молчание, но мать отказалась. Следователи установили причастность подростков к насилию над ребенком, но дело не возбудили из-за юного возраста преступников. Тем не менее, сотрудники МВД добились перевода школьников в спецучреждения на два года. По последней информации, пострадавший от насилия мальчик замкнулся в себе и стал меньше разговаривать. Центральный дом культуры в Тюменцевском районе протекает насквозь. Крыша здания настолько дырявая, что любой дождь оставляет в помещении лужи. Творить в таких условиях сотрудники устали. Один из них даже снял видео о состоянии районного ДК. Из Тюменцева материал Анастасия Дороган. До чего крыша прочная и надежная. Погода в этом доме напрямую зависит от природы. Крыша как сито. Протекает кровля несколько лет. Сырой почти весь периметр потолка. Свою видео сотрудник клуба назвал просто – жесть. Я не скрываю свое имени. Меня зовут Антон. Понимаю все вытекающие последствия, но так больше я работать не могу. Лестницу из фойе не выносят. Когда отсыревшая плитка падает, ее заменяют досками. Неэстетично, зато кровля на голову не упадет. Коллеги Антона его боль за домкультурой разделяют. Нашу съемочную группу проводят в зал. Здесь, говорят, опасности над головой не меньше. Отсюда пока еще не лезет, но просто сыпется, вот, опил. Здание кричит о ремонте и снаружи. Глубокие трещины. Штукатурка обвалилась, кирпичи повело. И эта сторона ДК находится почти напротив районной администрации. В комитете по культуре заверили, о проблемах здания знают. Ремонта нет, так как нет денег. Как минимум пять лет клуб не может попасть ни в одну госпрограмму. Минкультурам, которые выставляются критерии, не всегда местные домокультуры под них попадают. Мы делаем смету, отправляем на экспертизу. Вот последний раз подавали пакет документов, подали на экспертизу смету, они нам прислали отрицательное заключение, они не объясняют это. И экспертиза, скажем так, пусть недорогая, а смета-то дорого стоит. 1150-200. Сами работы обошлись бы примерно в 5 миллионов рублей. Это полная замена кровли и ремонт ДК. Правда, пока домокультуры пропустят для госфинансирования, эта сумма, возможно, вырастет еще больше. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. Наши новости. А вот насколько городская среда стала комфортнее в Барнауле, жители узнают уже этой осенью. Пока в разгаре ремонт шести объектов в рамках федеральной программы скверов, пешеходных зон, аллей. Кстати, эти объекты выбрали сами барнаульцы в ходе народного голосования. Сегодня городские власти рассказали и показали журналистам, как меняется краевая столица. Подробности у Ильи Кочеткова. Участок пешеходной зоны по улице Молодежная, от проспекта Ленина до Красноармейского. Еще недавно здесь сложно было пройти, не запнувшись. Старый асфальт местами выбоины. Весной этот объект стал одним из шести, которые горожане выбрали для реконструкции. Его готовность сейчас около 40%. Будет благоустроено в части пешеходной инфраструктуры, в части малых архитектурных форм, то есть лавочки будут установлены, урны в местах отдыха населения. И дополнительно будет выполнено освещение на неосвещенных участках. Это самый объемный и дорогой объект. Почти 26 миллионов рублей из 65, выделенных на реализацию программы. Хотя готово не все, уже виден новый разноцветный рисунок пешеходного участка. В первую очередь хотелось убрать серость, вот эту вот однотонность, серый асфальт. И поэтому мы предлагали, как можно более такой праздничный вариант, покрытие такой более красочный, яркий. В ходе реконструкции данного участка, как обещают городские власти, Барнаул лишится одной из достопримечательностей. Речь идет об огромной луже, которая образуется после дождей здесь на пересечении Лениной и Молодежной. Но вряд ли кого-то из барнаульцев это сильно расстроит. В разгаре работы и на других пяти объектах. Это Нагорный парк, аллея Ленинградская, сквер Химиков. На площади Мира реконструируют фонтан, в том числе заменяют его начинку. А вот сквер Адмирала Кузнецова на пересечении Балтийской и Шумакова капитально отремонтируют впервые более чем за 20 лет. Здесь также уложат плитку и поставят малые архитектурные формы. Работы на всех шести объектах городские власти обещают завершить до 1 ноября. Но не исключает, что некоторые объекты даже сдадут досрочно. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. В Барнауле сотни молодых семей могут остаться без обещанной властями помощи. Программа субсидирования покупки жилья, которая реализуется в краевой столице, грозит сойти на нет. На очереди стоят 6 тысяч молодых семей на получение жилищных сертификатов. Более 200 из них это многодетные семьи. У нас несколько десятков человек стоит на очереди с 2010 года. И более сотни человек у нас стоят на очереди с 2011 года. То есть, представляете, 7-8 лет прошло, и изменений практически нет. Очередь уже сократилась на 540 человек. Эти люди, что называется, состарились для помощи. Иными словами, стали старше 35 лет и вылетели из программы. Нет исключения даже для многодетных. Если в первые годы, рассказывают, очередники с помпой давали по 800 сертификатов в год, то в 2018-м их получат лишь 26 семей. Срок окончания программы 2021 год с такими темпами многие помощи так и не дождутся. Многие люди отчаиваются. Многие люди устали верить, устали ждать, то есть устают бороться. Более 200 это многодетные семьи, тоже вынуждены снимать там небольшую квартирку с четырьмя детьми. Мать-одиночка, вот у нас есть пример. В знак протеста барнаульцы при поддержке общественников обратились с письмом к вриу губернатора Алтайского края Виктору Томенко. До этого они ходили к нижестоящим чиновникам, но ответ один – денег нет. Инициативная группа верит, средства можно найти в краевом и федеральном бюджетах. Десятки заболевших серьезной инфекцией, большая часть – дети. Сразу в нескольких населенных пунктах соседней Новосибирской области бушует корь. Чем опасны заболевания и грозит ли подобная вспышка нашему краю, выясняла Юлия Адемидова. Новосибирские врачи утверждают, подобных вспышек в области не было с 90-х годов. Сейчас там экстренно вакцинируют всех, контактировавших с больными. Это порядка 4,5 тысяч человек. Вирус в область завезли приезжие, а все заболевшие им не были привиты. Алтайские специалисты успокаивают. Ни одного случая заражения на территории нашего региона нет, но предостерегают – приехать из Новосибирска инфекция может в любой момент. У нас все равно остается население непривитое в связи с очень много непривитых, в связи с отказами. То есть у нас родители отказываются от прививок своим детям, и есть взрослое население, которое также непривитое и отказывается от прививок. Поэтому в данной ситуации, конечно, может возникнуть случай заболевания и может быть распространение именно среди непривитых. Такой вариант не исключается. Почему мы всегда призываем, что основная защита – это именно вакцинация. Тренд на отказ от прививок появился не так давно. За это время болезни, которые уже казались побежденными, вновь вышли из-под контроля. Корь опасна тем, что является крайне заразной, передается воздушно-капельным путем и при несвоевременном лечении оборачивается серьезными осложнениями, вплоть до смертельного исхода. Высокая температура, интоксикация, слабость, конъюнктивит – спутать корь можно с любой инфекцией. Поэтому в случае появления таких симптомов обязательно нужен врач. Благополучный исход – это выздоровление. Но мы всегда стараемся убрать источник инфекции от мест либо массового обучения, либо тем более проживания. Поэтому на сегодняшний день инкубационный период очень самое главное, что он очень длительный – 21 день. Поэтому контактных лиц мы наблюдаем 21 день. И то есть в периоде 21 дня у контактных может возникнуть это заболевание. Вакцина от кори двукратная. По национальному календарю прививок ее ставят, когда ребенку исполняется год, а затем 6 лет. Евгения Бойцева, мама двухлетней девочки, считает отказ от прививок неоправданным риском для жизни. Придерживаюсь графика, установленного докторами, врачами, людьми, которые имеют специальное медицинское образование. То есть при воспитании своей двухлетней дочери я не исключила ни одну прививку. Для избежания вероятности заболеть каким-то вирусом, который, как уже казалось бы, побежден, но, как выясняется, на самом деле он просто затаился и ждет удобного момента. Народные средства от кори не спасут. Врачи советуют, только соблюдение графика вакцинации поможет обезопасить себя и свою семью. Кроме того, специалисты рекомендуют не вывозить за пределы регионной страны малышей до года. Они в группе риска на первом месте. Юлия Демидова, Алексей Фризин. Наши новости. Устал от недостатка единомышленников. Так объяснил владелец корабля «Атаман Ермак» князь Сибирский и свое решение продать судно, ставшее неофициальной достопримечательностью Барнаула. Он просит за свое детище почти 4 миллиона рублей. Напомним, струк «Ермак», построен барнаульцем Сергеем Рождественским больше пяти лет назад в Артыбаши на Телецком озере, Рождественский потратил на его создание 10 миллионов рублей личных средств. Затем привел корабль своим ходом, спустившись по Би, Аби в Барнаул. Здесь «Ермак» стал традиционным гостем речного вокзала. Многие горожане с удовольствием катались на судне по Аби за символичное пожертвование. Сергей всегда подчеркивал, что «Ермак» для него не бизнес, а воплощение казачьей мечты. Несколько лет назад он также за личные средства совершал водный крестный ход по местам боевой славы «Ермака» Тимофеевича. Невозможность зарабатывать на «Ермаке» стала одной из причин, по которой корабль выставлен на продажу. Солярки много, но это может быть полмиллиона, миллион в год. Надо тратить зарплату, солярку и так далее. Это не считая, что охрана должна быть у корабля и дом у корабля. Кроме того, владелец подчеркнул, что заниматься кораблем мешают также проблемы со здоровьем. Впрочем, Рождественский отметил, если появятся единомышленники и инвесторы, «Ермак», скорее всего, останется в Барнауле. По мнению владельца, корабль может состояться как социальный или патриотический проект. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте» «Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте» «Эвалар». Почувствуйте разницу. На всей территории края ясно и жарко. Минимальную температуру 28 выше ноля обещают в Бийске, Тальменке и Камни-на-Аби. 31 градус в Олейске и Рубцовске. В Славгороде 34 со знаком «плюс». Жарко и без осадков и в краевой столице. Ветер юго-восточный умеренный. Ночью ожидается до 16, днем 31 тепла. И на сегодня у меня все новости. До встречи. Яков Беляев служил на Тихоокеанском флоте. Участник войны с Японией. В 45-м году пулеметчик батальона Яков Беляев одним из первых высадился в китайском борту Сейсин. Открыл пулеметный огонь и обеспечил во время штурма прохождение своего подразделения. Был ранен, но остался в строю. В этом бою погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Навечно зачислен в списке одной из воинских частей Тихоокеанского флота. Имя Героя носит улица Владивостока, Таштагольская школа-интернат в Кемеровской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова